Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. И вшед в дом фарисеев возлежи. И се жена в ограде, я же бегрешница, и увидевши, як возлежит во храме нефарисеове, принесши алавастр мира, и ставши при ногу его созади, плачущися, начат умывать и нозе его слезами, и власы главы своя отираше, и облабызаши нозе его, и мазаши миром. Видев же фарисей, возвав его рече в себе глаголя. Сей, аще бы был пророк, видел бы то, и какова жена прикасается ему, яка грешница есть. И отвечав Иисус рече к нему, Симони, имам ти нечто речи, он же рече, учителю рцы. Иисус же рече, два должника беста заимодавцу некому, един би должен пятью из сот динарий, другие же пятью десять. Не имущему же има воздати, а бема отда, который уба еюрцы паче возлюбит его, отвечав же Симон рече, мню, яка ему же вязше отда, он же рече ему право судил еси. И обряща к жене Симона верече, видиш или сию жену, в недох в дом твой воды на нозе моей не даде, сия же слезами облия минозе, и в лосы главы своя отре. Лап за ней ми не даде, сия же от нелише в ней дох непреста облобызающей минозе. Маслом главы моя не помаза, сия же миром помаза минозе. Его же ради глаголюти отпущаются греси и ямнози, яка возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше возлюбит. Рече же ей отпущаются тебе греси, и начаша возлежащие с ним глаголати в себе, кто сей есть, и же и грехи отпущает. Рече же к жене, вера твоя спасетя, иди в мире. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, сегодня понедельник, 20 октября. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его». Симон отвечал, «Думаю, тот, которому было более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами главы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощаются, тот мало любит. Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлужавшие с ним начали говорить про себя, «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Этот евангельский эпизод можем описать так, как присутствие Христа в доме Симона Фарисея. И когда женщина-грешница обливает его ноги миром. Мы с вами помним, что миро это было драгоценное масло, которое продавалось и покупалось за очень большие деньги. И вот эта женщина-грешница, о которой, по-видимому, знали присутствующие за трапезой гости Симона и сам Симон. И вот такое событие разворачивается в доме этого человека. Итак, давайте начнем с самого начала. Симон приглашает в дом Спасителя, то есть Христа, с тем, чтобы угостить его некой трапезой. Но, однако, здесь в характере Симона мы встречаем некую двойственность. С одной стороны, он вроде бы проявляет некое уважение ко Христу, приглашает его в свой дом. И не случайно здесь Евангелист Лука отмечает, что этот человек был фарисей. А мы помним с вами ту конфронтацию, которая существовала между Христом, его учениками, естественно, и фарисеями. И связана она была с тем, что Христос нарушал те обычные и привычные порядок и законы, которые сложились в израильском обществе, и на которых так твердо и глубоко стояли фарисеи. Но вот так или иначе, Симон приглашает его в свой дом. И вот здесь толкователи по-разному пытаются объяснить, почему же фарисей, почему же Симон приглашает Христа в свой дом. Может быть, он хотел подловить его в его каких-то речах и рассказать правительству и начальству, но это не совсем может быть верная догадка. Скорее всего, Симон попросту был человек тщеславный. И вот он видел и знал о неком Иисусе, который проявлял себя как и выставлял себя мессией, проявлял о себе некоторые пророческие смыслы, заявлял о себе своими чудесами, своей невероятной мудростью. И поэтому вот Симон фарисей, будучи человеком тщеславным, приглашает его вместе с другими гостями на трапезу, чтобы вот посмотреть, подивиться на этого человека Иисуса, о котором так много все говорили, о котором так много все знают, о его невероятных чудесах, о его невероятных речах, которые он совершает. Почему мы говорим, что Симон все-таки был человек тщеславный и в его сердце находились вот те страсти, те не совсем может быть добрые чувства, которые впоследствии обличаются спасителем. Это становится понятно из дальнейшего повествования, тогда когда некая женщина подходит ко Христу. И вот здесь мы должны понять, почему уже и откуда взялась эта женщина в доме этого человека, которая была, с одной стороны, незнакомой им, с другой стороны, она была той, о которой многие знали, и поведение ее было без сомнения скверно, по-видимому, она была блудница. Тогда, когда на обеде в доме любого человека, человека знатного, например, присутствовал какой бы то ни было известный раввин, то двери дома были открыты, и всякий мог прийти и слушать мудрые слова мудрости, которые произносил тот или иной знатный раввин. Поэтому, в общем-то, также и здесь двери дома Симона, Фарисея были открыты, и всякий мог прийти и послушать слова Спасителя. Вот, собственно, чем и объясняется присутствие этой женщины, женщины-грешницы на этой трапезе. События разворачиваются дальше следующим образом. Эта женщина подходит к ногам Иисуса и обливает их миром, начинает отирать своими волосами, плачет горько, целует и проявляет все свое сокрушение, какое может выразить вообще человек о своем существе. Ну и вот здесь, в сердце Симона, Фарисея, конечно же, возникает вопрос о том, что если бы Христос был действительно пророком, то он бы знал, какая женщина к нему прикасается. То есть, опять же, вопрос связан с религиозной чистотой и той скверной, которой можно было бы получить, прикасаясь к этой женщине и понимая то, чем эта женщина вообще занималась и занимается. Но вот здесь Господь, сердцеведец, зная то, о чем помышляет этот человек, хозяин дома, который пригласил его, он предлагает ему небольшую притчу. Он говорит ему, послушай, Симон, вот такую притчу расскажу я тебе и рассуди сам о ней. У одного заимодавца было два должника, и один должен был 500, а другой 50. Но так как обоим нечем было расплатиться и оба были без всякого имущества, то заимодавец спрощает им, какой же из этих двух должников будет более благодарен этому человеку, который простил ему его долг? Конечно, Симон отвечает, что тот, которому больше прощал, тот, которому, который был больше должен. Правильно ты рассудил, отвечает Господь. И вот здесь эту же притчу он направляет в обличение самого Симона. В чем это выражается? И вот здесь оказывается дальше, что Симон, будучи, с одной стороны, вроде бы человеком гостеприимным, и приглашает Христа в свой дом, с другой стороны, он не оказывает ему никаких правил хорошего тона, которые были свойственны оказывать всякому приходящему путнику, всякому приходящему человеку, которого ты ждал в гости. То есть, правила хорошего и доброго тона, какие могут быть даже и сейчас в нашем обществе. И Господь говорит, я пришел в твой дом, и ты не преподал мне целования, ты не дал мне воды на ноги, ты не дал мне благовония на мою главу, но эта женщина пришла и сделала все это. То есть, здесь, конечно же, Господь обличает Симона за его тщеславие, Господь обличает Симона за его вот такое двойственное состояние. Понятно, что вот этим самым он проявляет, проявил, с одной стороны, неуважение ко Христу, что он недостоин, чтобы тот оказал ему знаки приличия и знаки внимания в своем доме. Но вот он говорит, что та женщина, о которой ты помышляешь, о которой кажется тебе, что ты выше ее находишься, что она грешница и блудница, и ты ставишь себе выше всех, она, оказывается, совершила и сделала для меня в разы больше, чем нежели ты, тот человек, который приглашает меня в свой дом. Вот для нас это бесконечно является важным примером. Мы приглашаем Христа в свой дом, то есть в свое сердце. Оказываем ли мы ему вот такие правила хорошего ТОДа? Приглашаем мы Христа в свой дом, то есть мы становимся христианами и желаем, чтобы в нашей жизни пребывал Господь Иисус. Но оказываем ли мы ему знаки почтения и уважения? Ведем ли мы, в конечном счете, христианский образ жизни? Или же может быть некто другой человек, который кажется нам грешником, который кажется нам человеком, недостойным даже нашего внимания, а порой даже нам кажется, что недостоин внимания Божьего в отношении этого человека, оказывается намного выше, потому что он может возлюбить больше, потому что он может оказать и сделать для Христа в разы больше, чем нежели наша гордость, наша позиция, наше представление о себе самом. И вот здесь далее Господь говорит, прощаются тебе грехи многие, прощаются тебе грехи, иди с миром, вера твоя спасла тебя. То есть прощаются ей все грехи. И неважно, здесь не требовалось для Христа перечислять какие-то конкретные грехи, как об этом иногда учат некоторые. Но вот ее сердечное расположение делает возможным прощение для нее ее грехов. Вот поэтому ничто иное важно для Христа, как наше любящее сердце, любящее его и искренне кающиеся в своих заблуждениях и прегрешениях. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот такая дерзновенная вера спасает эту женщину, спасает ее от греха и делает ее достойным Царства Небесного. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышали мы с вами. Мы читали Евангелие от Луки, 7 главу, с 36 по 50 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Продолжение следует...